Добрый вечер всем, Иван алкоголик. Приятно видеть столько много людей, все свои, все любимые, дорогие, знакомые и новые лица подходят. Пятый юбилей, пятый момент такой, что приходится подводить какой-то итог, делать какой-то анализ, что-то анализировать. И каждый раз волнение, каждый раз какой-то непонятный страх, как будто бы школьник, как будто бы пионер, как будто бы на Голгофе. Хотя я знаю, понимаю на сегодняшний день, что я дома, я среди своих, я среди тех людей, которые мало того, что меня понимают, еще могут дать мне реальную помощь. И я надеюсь, что я тоже кому-то в свои времена полезен и тоже могу кому-то помочь. Я думаю, я не ошибусь, что многие из вас испытывают те же самые чувства, приходя сюда, находясь на группах анонимных алкоголиков. Почему? Потому что у нас общая проблема с алкоголем, у нас общее решение. Я для себя это решение нашел в 12 шагах анонимных алкоголиков в программе, в применении, самое главное применение этой программы в жизни. То есть, как ее именно практически применять в жизни. Но, как говорится у нас, я никогда не выбирал становиться алкоголиком, я никогда не хотел быть алкоголиком. Я вообще не представлял, что это такое в том контексте, в котором говорит наша большая книга. И узнал я только, когда я зашел в эту дверь, это уже было порядка 6-6,5 лет назад. И я сюда абсолютно не по своей воле пришел. Я пришел только потому, что мне врачи сказали, что если ты не бросишь пить, то ты умрешь. То есть, я себя никогда алкоголиком не считал, у меня были свои какие-то понятия, свои какие-то критерии алкоголика. А то, что я бухал как не в себя, то, что я ничего не делал по дому, меня дети боялись, жена неизвестно каким образом концы с концами сводила. Это все меня дело не касалось, я считал, что все пьют, и я пью, все так себя ведут, и я так себя веду. О том, что можно жить по-другому, я даже никогда не догадывался. С одной стороны, с другой стороны, я об этом не задумывался. Меня устраивал тот момент, что, как говорится, украл, выпил в тюрьму, все, отработал, что мне положено. И всегда я пытался просто расслабиться после рабочего дня, и всегда я напивался до конца, что я уже без вспоминства. И зачастую и в рабочих ботинках, в рабочей одежде засыпал в этом своем кресле, и утром просыпался, и все, уже нужно на работу, давай душ, давай переводить себя в порядок. И я не считал себя алкоголиком, потому что, ну, что, я пью у одного у себя на балконе, я никому не мешаю, я никого не дергаю, я никого не трогаю. То, что, опять же, я не принимал участия в жизни семьи, в жизни детей, то, что я не был таким работником, как я должен быть нормальным на работе, это все дела я отметал. У меня не было другого мышления, у меня не было другого подхода, у меня не было другого знания. Почему? Потому что я родился алкоголиком, не буду вдаваться в эти подробности, как, что, какие гены, какие не гены, но то, что мне хреново было по жизни, и одиноко по жизни, это было всегда. И даже алкоголик, когда попробовал 14 лет, я не почувствовал, что в этом состоит решение. И у меня не было вот такого вау-эффекта, что я почувствовал, вот, все, алкоголь, это решение всех проблем. Он хитрый, он властный, он сбивающий с толку, он потихоньку-потихоньку заходил в мою жизнь, где рюмка, где две, где три, где какие-то были праздники, где-то были какие-то моменты напряженные, и вдруг мне, ну, помогал алкоголь. И когда-то уже начал со стороны прилетать, когда мне жена говорила, что ты, говорит, пиво хочешь, это все же, я говорю, пить хочу, пойди воды возьми. Вода не давала мне того эффекта, который мне давал алкоголь, поэтому мне нужно было именно что-то алкогольное, потому что к ней у нас четко говорит, что алкоголики, это мужчины и женщины, которые пьют ради эффекта. И вот этот эффект, он мне уже стал необходим, и то, я не считал, что это какая-то проблема, потому что, ну, что, опять же, все вокруг пьют. Ну, в общем, прошло все три стадии общения своего с алкоголем, и когда он мне помогал, когда мне было весело, потом он мне уже стал мешать, когда я обещал, допустим, друзьям что-то где-то помочь, напился, уже был не способен это сделать. Либо жене что-то обещал, либо я пьяный засыпал в дальней комнате, жена, дети приходят, закрытые на эту защелку, они не знают, что делать, вызывают друзей, высаживают эту дверь, а папа пьяный спит, папе по барабану, где, что, как, чего, это, я говорю, возвращаюсь, потому что не то, что я не принимал участие в жизни семьи, так я еще, как говорится, таким образом, своим поведением палки в колеса ставил. Обо всем этом хорошо говорить сейчас, когда, как говорится, у меня уже есть какой-то определенный мой опыт, у меня какая-то появилась альтернатива, благодаря программе и выполнению, не благодаря программе, а благодаря выполнению программы анонимных алкоголиков. А тогда, на тот момент, я считал, что происходило все нормально, и все это хорошо. И даже, когда я пришел на группу анонимных алкоголиков, весь разбитый, уже просил, кричал о помощи, ребята, помогите, врачи мне сказали, что если я не брошу пить, я умру, а у меня не было решения, я не знал, как бросить пить, я не знал, каким образом, мало того, что я не задумывался, я даже не гуглил, как бросить пить. Так я еще пришел здесь со своим знанием, со своим пониманием, и меня приняли, мне предложили, мне сказали, смотри, вот у нас, мы здесь трезвые, вот там столько-столько-столько лет, там мужчины и женщины, у нас есть только один путь, одно решение, это вот книга анонимных алкоголиков, это программа, это все, что связано с программой, хочешь бесплатно, пожалуйста, бери, пользуйся, мы будем только рады тебе помочь. И я ухватился за эту ниточку, почему, потому что мне на тот момент у меня не было вообще выбора, у меня не было никакой другой альтернативы, а жить мне хотелось, потому что я не считал, что у меня что-то ненормально в жизни, ну опять же побухиваю, ну опять же где-то что-то там накосячил, ну опять же кого-то подвел, ну и что. Мне на сегодняшний день, я понимаю, что мне сложно было и страшно было самому себе признать свою проблему с алкоголем. Почему, потому что если я сам для себя, себя же я не обману, если бы я признал эту проблему, мне пришлось бы ее решать, А мне не хотелось ее решать, потому что тогда я не представлял, насколько это сложно, с одной стороны, насколько это кайфово, с другой стороны. Мне было удобно так жить, поэтому лучший друг был алкоголь, а потом он уже меня захватил алкоголь таким образом, что я по утрам не решал идти мне похмеляться на киоск, или мне нужно было идти на работу. И вся жизнь у меня обернулась только вокруг того, где заработать деньги, как бы употребить, и чтобы меня не поймали на работе, или чтобы дома там не было проблем дома. И в общем, загнался я в такой момент, загнался я в такой угол, что уже ходил я на группы, и мне говорят, что ты ходишь просто так, нужно, говорит, хождение на группы не является решением. Решением является осознанный контакт с Богом и жизнь по 12 шагам того, что предлагает программа. И тоже есть такое выражение глупо, зайти в бар, сидеть за стойку, смотреть, как другие выпивают, и ждать, пока тебя торгнет, пока ты захмеляешь. То есть самому нужно братья что-то делать. То же самое мне тогда доходчиво все это дело объяснили, что нужно делать шаги. Взяли договорились с мужчиной, начали проходить шаги, но у меня не было честности, открытости, непредубежденности. Для меня все это было еще игрой, для меня это было кайфово, прикольно, мне нравилось, и мне до сих пор нравится сюда ходить. Меня здесь всегда принимают, меня чай, кофе, поговорить на интересные темы. Но это же не является выздоровлением. Воздоровлением, опять же, возвращаюсь, это мой личный контакт с моей высшей силой. А мне тогда было не нужно. Я тогда еще, вот где-то услышал я хорошее недавно выражение, для того, чтобы был какой-то рост, нужно, чтобы от чего-то оттолкнуться. Оттолкнуться я могу только, когда я достигну своего дна. На сегодняшний день я понимаю, что вот эти хихоньки-хахоньки, и вот этот вот момент, что многие из нас искали более легкий и удобный путь, он сработал в моем случае. Причем сработал тогда, когда я сделал все против того, что не рекомендуют программу. Мне предложили ночные смены, я со спонсором посоветовался, он мне говорит, я тебе не рекомендую, не нужно, тебе нужно максимально оставаться в программе. У тебя всего лишь три месяца трезвости, у тебя четвертый шаг, у тебя и так ковыряние в себя происходит, останешься один на один, со своим внутренним миром, в общем, слетишь. Да нет, да я знаю, да куда, да что. В общем, через две недели я забухал, ё-моё. Новая работа, вроде бы какие-то новые отношения в семье, и стыдно было и перед группой, перед теми людьми, которые, как мне казалось, тогда вкладывали и отдавали себя полностью. Я чувствовал, что люди мне отдавались, люди чувствовали, я чувствовал, что люди хотели мне искренне помочь, и я получал эту заботу, я получал эту помощь, я ею пользовался, и тут на тебе, я сорвался. Тогда у меня ко всем понятиям программным у меня были другие отношения, почему, потому что другое было отношение, потому что я тогда еще относился с точки зрения потребителя, с точки зрения пользователя, мне ничего было отдать. Мне ничего было отдать, почему, у меня не было ничего приобретенного, и вот со своим гонором, со своим вот этим осуждением, этот так говорит, этот не так говорит, этот так выздоровеет, этот не так выздоровеет. В общем, благополучно я слетел и колбасился я 8 месяцев, пока я не достиг своего дна. Причем и морального, и душевного, и физического. И я четко помню свой первый шаг, смешанный со вторым и с третьим. Когда, как мне говорят, мне ничего не оставалось, как поднять положенный к моим ногам простой набор духовных средств. Я, как последняя уже ниточка, как последняя возможность, я опустился на колени, попросил свою высшую силу, чтобы она меня спасла от этой неминуемой гибели. Потому что я чувствовал, что на физическом уровне я разваливаюсь на части, и мне было морально уже очень тяжело. Я устал прятаться, я устал обманывать, я устал искать какие-то выходы из каждой ситуации. У меня уже ничего не работало, не срабатывало. Дома видели, что я пил, я уже перестал ходить на группы, потому что мне стало, ну, стыдно стало, что я какие-то сроки там придумываю. Вот, и тем не менее, ребята звонили, ребята узнавали, где я, что я, спонсор. И ребята звонили, узнавали, и тащили, Ваня, давай, где ты, что ты. Ну, Ваня был в штопоре, и сложно было вернуться. На сегодняшний день я понимаю, что второй раз в эту дверь войти намного сложнее, чем первый. Почему? Потому что я, с одной стороны, у меня было чувство стыда и страха, потом, впоследствии, я делал девятый шаг в группе. А с другой стороны, у меня абсолютно не оставалось выхода. Пока я не дошел до той точки, что я уже все, делайте со мной, что хотите, но я возвращаюсь на группы. Вот тогда я и пришел на группы, и все заново. И вот этот новый виток, вот этот новый момент, это абсолютно другое отношение к шагам группы, к людям. Вот именно тогда только появилась вот эта честность с самим собой, и я боялся. У меня пять лет трезвости, каждый год можно как-то охарактеризовать каким-то своими, ну, чисто условно для меня. Первый год я жил в страхе, я был в страхе сорваться, я так не хотел туда вернуться, я боялся, что я могу слететь, чтобы что-то где-то я не доделаю, где-то что-то я неправильно сделал, или еще что-то. Но у нас нету правильно-неправильно. Есть какие-то основные рекомендации, которые дает нам книга, но у каждого свой путь употребления, у каждого свой путь выздоровления. Каждый идет своей дорогой, и мне, прежде чем кого-то осуждать, нужно взять ботинки того человека, пройти этот путь, а потом только со своей колокольней что-то где-то осуждать. Но это было не сразу, это приходит не сразу. Правильная книга говорит, что нас ждал долгий путь выздоровления. Я не мог 15-17 лет кряду бухать и потом раз за год, за полтора протрезветь. И на сегодняшний день я вижу так это выздоровление, что каждый определенный момент моего выздоровления, каждый в определенный момент, может быть, моего какого-то духовного или душевного состояния, моя высшая сила подкидывает мне какие-то новые фишечки, типа, а вот об этом если подумать, а если вот так подумать. Но этого бы ничего не происходило, если бы я не делал то, что предписывают программы. Это хождение на группы, это работать со спонсором, с подопечными передавать шаги, пока они не разбегаются в разные стороны тоже. То есть каждый день созвон, каждый день одиннадцатый шаг, каждый день это... С одной стороны кажется, вау, это столько много, зачем оно и как и почему, но книга нам говорит, что духовная жизнь это не теория, нужно жить духовной жизнью. Я сначала этого не понимал, мне это было сложно, почему, потому что это не было моим естеством, это не было тем... Для меня это сначала было как вот эта вот ниточка остаться в трезвости, зацепиться за трезвость. Первый год, шаги служения, там, все, что было связано с выздоровлением, потому что это был новый опыт, это были новые какие-то движения, это были новые какие-то действия. С одной стороны, это то, что меня подстегивало идти вперед, и очень меня подстегивало то, что сзади вот это вот мой этот срыв, и все то, что я в нем поперечувствовал, это меня очень сильно тоже подстегивало, как тот костер, который горит сзади и подгоняет вперед. Прошел первый год, дочитали, мы со спонсором книгу, с комком в горле обнялись, и он мне говорит, ну все, братан, иди по жизни, и у меня в вакууме, я оп, и что делать, где мой диплом, как я закончил, но спасибо спонсору, меня так загрузил служениями, что мне некогда было думать о себе любимого обо мне. Одно служение было, второе служение на группе, потом у нас тогда очень много разрастались, группы открывались и в Нитане, и там, и там, и в Лоде, и в общем он меня гонял по всем этим группам, и наверное вот так вот из-за этого, к концу второго года мы со спонсором прошли традиции. Это так тоже мне бахнуло по ощущению, по осознанию, по благодарности на то, что я участвую, я состою в таком действии, Божьем действии, которое не каждому дано. Сколько людей бухают по миру, и сколько людей приходят, и сколько людей остаются, и сколько выздоравливают, и сколько людей доходит до какой-то определенной кондиции, до какого-то определенного уровня. Я чем дальше, тем больше я понимаю, что мы действительно избранные люди, мы действительно штучный товар, как говоришь, пинцетом выдернутый из вот этой общей массы, но от меня же тоже многое зависит, никто вместо меня не будет ходить на группы, никто вместо меня не будет делать 11-й шаг, никто вместо меня не будет отвечать на десятки или звонить с десяткой, если меня колбасит. Мое личное на сегодняшний день состояние трезвости, мое ощущение самого себя, это, как говорится, в первую очередь, это моя забота. Я уже не говорю о том, что физически не пить, почему? Потому что если я знаю, что у меня это проблема, что у меня попадает алкоголь, это моя ответственность, проверять эти конфеты, проверять эту еду, проверять какие-то моменты дела, это все моя ответственность, потому что, как мне спонсор передоставил, мой шаг первый на сегодня звучит в отношении алкоголя, я не пью, все, халос, не важно как, не важно под какими моментами, не важно под каким соусом. Поэтому, как мне говорит, что решение бросить пить должно быть окончательным, бесповоротным. И вот эта трезвость, это базовое, минимально необходимое требование, чтобы что-то, может быть, потом получилось дальше. Будет физическая трезвость, о чем-то можно говорить. Если нет физической трезвости, я помню, как в этом срыве, с каждым глотком алкоголя закрываются вот эти шлюзы, эти дизы, это закрывается, и, как Катюша сказала, и кастрюля наверху, сверху еще одевается. Все, нету, когда разум не открыт, когда разум не чист, нету никакого общения с высшей силой. И если бы не высшая сила, то я бы не выигрыв в этой жизни, я бы не выигрыв в этом, ну, скажем так, противостоянии. Да, это было противостояние. После традиции я понял, насколько важно, чтобы работали группы, насколько важно, чтобы сохранялось как минимум и как максимум развивалось общество. Поэтому я ездил по этим группам, слушал то, что говорил спонсор. Потом был один кенес, вот первый, один кенес был второй. Это тоже вот это единство, когда 500 человек на трех языках, иврит, английский, русский молятся, молитва о душевном покое. Разные слова, а ритмика совпадает. Вот этот антураж меня помнит, аж до мурашек, так оно все это дело подкидывало. Поэтому служил на этих кенесах, поэтому ходил, мне было это интересно, и до сих пор оно мне все интересно. А потом начались испытания, которые, когда позакрывались группы, и пошли все вот эти пандемии, когда нету подспонсорных, а где, а что, а как, а почему, давай где-то что-то по скайпам искать. Ну, опять же, с одним туда читали, тут на четверке, тут еще что, тут еще что-то, и начинается самоанализ, а где же сделал не так, а что сделал не так. И спонсор начинает говорить, ты кто такой? Ты просто стекло, через которое, окно через которое проходит Божий свет. Твоя забота поддерживать это окно, это стекло в чистоте, это максимум, что ты можешь сделать. А куда оно будет светить, и кого оно светит, и кого оно пробудит этот свет, это тоже не твоя забота. Каждый раз, когда у меня есть такие какие-то качки эмоциональные, начинается сразу хоп, самоанализ. Ага, что у меня с сослужениями, а что у меня с одиннадцатым шагом, а что у меня с десятым шагом туда-сюда, и все остальное. И постоянно такие вот какие-то моменты. То есть я на днях слушал Валентину Красноярову, услышал у меня очень хороший момент. Она говорит, хватит, говорит, анализировать какие шаги. Я говорю, что вы, вы делаете шаги для того, чтобы жить, или вы живете для того, чтобы делать шаги? Говорит, вам были даны все эти инструменты не для того, чтобы вы на каждом шагу себя анализировали, а для того, чтобы вы наслаждались этой жизнью. Бог нас создал, чтобы мы жили радостно, счастливо и свободно. И он нас привел в анонимный алкоголик, и дал нам те инструменты в виде двенадцати шагов, и осознанного контакта с высшей силой, не для того, чтобы я на каждом шагу, а какой это шаг, а какой я еще сделаю шаг, а над каким недостатками я работаю. Да не могу я работать ни над какими своими недостатками. Я себя сам не создавал, меня создал Бог. Он меня создал таким, как я есть, с такими качествами. Я могу только смотреть за проявлениями этих качеств и относить все к нему, и отдавать к нему в своем шестом-седьмом шаге, а вообще это в одиннадцатом, в каждом дне. Но, извиниться, я могу только закрыть рот, опуститься на колени, или просто мысленно попросить своего Бога о том, чтобы он сделал меня таким, и поставил меня в такое место, и дал мне интуитивные мысли, решения, которые он считает на тот или иной момент нужными. Еще один такой момент, вот общение с высшей силой, я считаю, что это основное, базовое. Почему? Потому что, когда, допустим, недавно я болел, чувствую, тут не домолился, тут не доделал, опа, и поплыл уже, не то мера ощущения, а потом сам себе, Пашина, эта фраза у меня в головах, в голове звучит, говорит, а ты когда молился, оп, стоя, так уже два дня не молился, потому что с температурой валялся, или где-то встал, побежал, и все это, хочешь, не хочешь, подушечку на балкончик, и все, Боже, прости, что я о тебе забыл, и приходишь и просишь, у меня такое общение, я напрямую со своей высшей силой разговариваю, девчонки, знаешь, если я не помолился, они мне бывают, папа, ты молился? Потому что они видят по мне, что я хожу, как зверь, как этот сам, говорю, а, я пойду носик попудрю, хватит свою подушку и пойду уединюсь. Вошел Бог в нашу жизнь, поначалу я этого стеснялся, поначалу мне это было как-то тяжело, все это дело понять, но книга же нам говорит, не надо сбегать с книгой, не надо, у нас 11 традиция говорит, что привлекательность наших идей, вот, и не нужно бегать с книгой, своими каждодневными какими-то действиями, или бездействиями, эмоциями, мыслями, отношениями, ты можешь только что-то изменить и показать, как работает программа. Случился такой момент, почти год назад, я поменял спонсоров, силу определенных обстоятельств, и для меня это был опять же новый виток, опять же я говорю, что у меня первый спонсор был, как учительница, первая моя. Алип, бет, сюда стоять, не двигаться и все, может быть мне так и нужно было, чтобы не было вот этих философских размышлений и измышлений, логика, нам все еще нравилась логика, мне это тоже присуще, поэтому мне нужно было четко привести меня к Богу, познакомить, как я сказал, когда в срыве был. Бога, я знаю книгу, у меня есть, буду сам молиться, нифига, только на группах, только в обществе, только здесь, с коллективным разумом можно все это дело ощутить в полной мере. Второй спонсор мне дал совсем другое понятие 11 шага, 10 шага, 11 шага, и вот только 4 года с копейками в мою жизнь вошла медитация в том виде, в котором я ее не знал. Я пытался что-то делать, я пытался что-то как-то там, ничего у меня не получалось, никакого кайфа у меня от этого не было, я же кайфажора, мне же нужна выгода, что я буду это делать, если я не чувствую от этого выхлопа никакого, выгоды никакой, и ничего не было. А мне спонсор объяснил, говорит, это не жди, ты даже понять не поймешь, когда оно это все дело придет. Ты помолился, в космос туда, в свои высшие силы запрос закинул, закрылся и побежал по своим делам, сядь посиди, послушай, открой свои порты, примейте файлы, эти обновления на сегодняшний день, версия Вани 2.0, там точка какой-то на какой-то февраля. А как же по-другому? Это дало мне очень другое понимание, другое ощущение именно связки, молитва, медитация и первый шаг. Я бессилен, и не только перед алкоголем, я вообще, блин, я бессилен перед этой жизнью. Перед погодой я об этом даже не говорю, перед эмоциями других людей, перед решениями, действиями, словами других людей, я вообще бессилен перед этим. На что я могу повлиять? На свои эмоции, на свои мысли, вернее на реакцию, какие мысли у меня проходят, на мои слова, это все, да, это то, что я могу повлиять. И что получается, что не получается, это все несем опять же к Богу в одиннадцатом шаге вечером. Бывает, я так задал больше, я бум, упал, больше завтра, бум, и все, и просто тупо заснуло. Бывают такие моменты, что настолько это все продуктивно, и я утром чувствую, что я утром, если я хорошо, ну, как я хорошо сделал одиннадцатый шаг, то есть как положено, я утром даже встаю по-другому, мне утром нужно меньше времени, чтобы прийти в это осознание контакта, ощущение. Плохо, без моей высшей силы мне очень плохо. Мне тяжело, я теряюсь, я начинаю из угла в угол бегать, мне начинают в ушах звенеть и подкатывает комок, и я сразу четко выхватываю, что я без Бога, что где-то что-то не так. Где-то попадалась мне выписка, что нужно пережить эти отрицательные эмоциональные состояния тоже для того, чтобы знать, что это такое, как из них выходить, чтобы потом с новичками поделиться, или если кто-то будет в таком состоянии. Но мне этого не хочется, я же каждый день хочу, чтобы мне было все хорошо и все было нормально. Но так оно окажется не всегда. И еще один большой, ну, такой важный вопрос, который бы я хотел осветить, который поменялось у меня ощущение отношения к этому делу. Вот это вечный вопрос пропорции. Сколько уделять времени социуму, сколько уделять выздоровлению, сколько уделять семье. Постоянно то на группы на Кенес улетел, дома нету, то в работу по шаббатам ушился нету, то там с семьей не... Ну, в общем, сложно, сложно это все это дело мне было сделать, пока спонсор мне не дал задание. Каждый день с каждым членом семьи, ты интересуешься, что у них произошло. Вечером вы проводите. Блин, это таким образом работает. А у нас еще получилось, что он... Ну, перемены кардинальные получились такие по жизни. Юлька закончила армию, ей нужно было либо университет, либо еще что-то. И, в общем, мы как взрослые люди, конструктивный диалог, о чем программа говорит. Научись слушать другого человека. Если у тебя спросят совета, тогда лезь со... Ну, не то, что лезь со совета что-то, если нет, то нет. Не всегда это срабатывает. У меня очень часто срабатывает. Я отец, я знаю. Я, блин, плачу за эту хату. Вы мне здесь будете рассказывать, кто что должен делать. Вот. Но потом слова спонсора вспоминаю. Говорит, ты должен был их воспитывать, когда ты должен был их воспитывать. Говорит, а ты бухался в это время. Поэтому зови позицию служения, именно постарайся максимально быть полезным. Не знаю. Меняется, меняется отношение к программе. Меняется... Что вот последнее, о чем хочу сказать, что вот конкретно. Я перестал контролировать, а где я нахожусь, в каком шаге, а что мне нужно сделать. Вот эта вот причина, следственная связь, как-то по-другому шла. Ну, она как-то трансформировалась. Я на сегодняшний день, я занял позицию. Боже, мне хорошо. Спасибо тебе за это. Боже, мне плохо. Не знаю почему. Типа подскажи и сделай так, что... Фраза из книжки, что Бог будет нам подкидывать интуитивные решения. И то, что раньше мы действовали по наитию и станет рабочей частью ума. Вот это то, что у меня происходит. Пять лет все-таки тоже это. Что-то пытаюсь, что-то копошусь, что-то делаю. И, допустим, то, что мне поначалу было очень сложно поступить в каждой конкретной ситуации. А где воля Бога? А где воля моя? А как поступить по программе, а не по программе? Такое там был китайский общежитие в голове. Первый год очень тяжело было. Потом легче, проще. Да, ошибки есть, да, ошибки. Опять же, ошибки. Меня Бог создал для того, чтобы я делал ошибки. Но все равно это становится легче, это становится проще. Я, как мне кажется, я стал как-то тише. Юлька говорит, ты такой спокойный водитель. Знала бы, на чем мне это стоит, чтобы все это было. Приходит от сознания понимание того, что не я создавал этот мир, что не нужно никому ничего доказывать, что пропустит его, пусть он едет. Успокойся, не про молчание скажи. Но часто, конечно, бывает захлестывает. Почему? Потому что суть духовного пробуждения говорит нам в том, что мои те все качества и манера поведения, которые у меня были раньше, они уходят на второй план, они не исчезают. И даже 6-й, 7-й шаг, и каждый день 11-й, 10-й, они не убирают у меня окончательно те качества. Оно трансформируется, оно как-то по-другому. Я применяю как-то это дело по-другому. Я не знаю, что мне нужно. Может быть, какой-то вот этот вот мой страх или осторожность или еще что-то. Может быть, они Богу нужны в той или иной ситуации, чтобы я там что-то не начудил. Ну, а с третьей стороны, я хорошо научился программу выкручивать свою сторону. Я не пойду в школу на родительское собрание, потому что это я буду в отрицательных эмоциях, оно мне не надо. Алло, говорит, иди, ты ответственный за своего ребенка, если тебе положено звездюлину получить, иди и получай. То есть это тоже, как это, закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Так и программу тоже можно все это дело накручивать, перекручивать. Но программа это то, что дает мне новый образ жизни. Программа это то, что позволяет мне на сегодня жить без алкоголя. Об этом даже не идет речи. Меняется девчонки поначалу, там папа, можно мы возьмем папа? Сейчас уже все это намного легче, намного это проще. И тем не менее, каждый раз они уважают мою болезнь, они знают мою зависимость. Если где-то что-то у нас намечается, они спрашивают мое мнение. Да элементарно, у нас приходит суббота, воскресенье. У кого какие планы? Что будем делать? То есть каждый говорит, что у кого какие планы. Если где-то что-то не пересекается, мы начинаем искать какие-то компромиссы, начинаем искать какие-то решения. И это на уровне 14 лет, 21 и 40 с копейками. То есть разный возраст и семья, мы на сегодняшний день, я считаю, что мы как семья, что мы принимаем вообще какие-то решения, что мы друг за друга созваниваемся, переживаем. И это нормально. Мне понравилось очень, что меня четко вернуло в колею по поводу ценности, переоценки ценностей. Мне спонсор мой сказал, говорит, сегодня у тебя эта машина, завтра у тебя другая. Сегодня у тебя эта работа, завтра у тебя другая. Люди знакомы у тебя сегодня одни, завтра другие. Но твоя жена, твои дети и твоя мама, они останутся у тебя неизменными. Это то, ради чего нужно жить, это то, чем нужно дорожить. А все остальное, это антураж, все остальное, это уже насколько ты можешь себя чувствовать комфортно в той ситуации, в том моменте, который предполагает программа. И вообще, программа говорит, это о любви к другим, это не о том, как жить трезвым. Это о любви к другим, это как нести ту любовь, как своим примером показать. Я не знаю, у меня чаще получается, как в одиннадцатом шаге, я проявляю любовь. То есть, ну, я и грубо, как говорится, не скажу, но я не знаю. Бывают такие моменты, что у меня аж захлестывает это чувство. Бывает такое, типа, смотришь, думаешь, ну ладно, боже, ты таким создал, пусть так оно и будет. Вот. То есть, это постоянный путь, но у меня нет такого загона, который был раньше. У меня нет вот этого анализа. Я на сегодня живу. Слава тебе, Господи. Я на сегодня живу. Я на сегодняшний день, как-то, ну, немножко, ну, переоценка ценностей произошла. А может быть, я поуспокоился. А может быть, я не знаю, программа в своем роде, каким-то образом она работает. Вот. Ну, потому что, я же говорю, на сегодняшний день я по-другому смотрю на многие вещи. И так оно, наверное, и должно быть. Проще надо быть. Это правило. Ты себя сильно серьезно воспринимаешь. Там проще нужно быть. И я стараюсь. Но я, конечно, не забываю о сообществе тоже. Я о сообществе и о том, что нужно передавать этот опыт. И не знаю. Не знаю. Я очень благодарен обществу. Я очень благодарен тем людям, которые принимали участие и принимают участие. На группу приходишь. Вот, казалось бы, пять лет. Чего ходить на группу? У меня крутятся какие-то мысли в голове. У меня же их тысяча одна сразу, одновременно. Я не могу их обличить, чтобы даже на бумагу оно вот крутится, роится. Вот. И бывает группу веду, кто-то из людей высказывается. Блин, да вот же оно. Опа. И оно вот так вот складывается. Боже, спасибо, что ты меня сегодня привел на группу. Потому что я чем дальше в лес, тем больше я убеждаю, что ничего случайного в этой жизни не случается. И у меня постоянная система выбора. У меня постоянно есть право выбора поступить либо так, либо так. А как? Это уже нужно рассматривать в каждой конкретной ситуации. Поэтому искренне и от всего сердца, и не просто так для красного словца, я благодарен Богу. Я благодарен спонсору. Я благодарен всем людям, которые мне помогают, и программе, и всему тому, что связано с выздоровлением, что оно мне дает возможность жить и ощущать себя, ощущать мир настолько, насколько я его сегодня ощущаю. Так что только благодаря вот этим всем вещам, выполнению программы и всем действиям, я трезвую на сегодня пять лет и четырнадцать дней. Спасибо.